Приговор выслушала 31-летняя жительница Чамзинского района, виновная в смертельном ДТП. 13 января она за рулем Рено Логан ехала по дороге с Саранск, Сурск и Ульяновск. Женщина не учла погодные условия, проезжая часть была скользкой и интенсивность движения. Автомобиль вынесла навстречу, там он столкнулся с Тойотой Королла. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пассажир автомобиля марки Тойота. Он получил травмы, от которых вскоре скончался. В отношении владелицы автомобиля марки Рено было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека». В ходе судебного разбирательства женщину признали виновной. Суд с учетом доводов государственного обвинителя назначил ей 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. С лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, также на срок 2 года 6 месяцев. В пользу потерпевшей стороны счет возмещения морального вреда взыскан на 935 тысяч рублей. 32-летний житель Саранска обманом похитил 4 автомобиля, взятых для него в кредит на общую сумму более миллиона рублей. В 2019 году мужчина попросил знакомого оформить кредит на транспортные средства и пообещал самостоятельно вносить платежи. Тот согласился и передал ему две иномарки – «Рено Сандеро» и «Лифан Х-60». Злоумышленник использовал фиктивный договор купли-продажи от имени автовладельца, присвоил автомобили и перепродал их. Ущерб собственнику составил более 950 тысяч рублей. Аналогичным способом он присвоил два автомобиля «Лифан», которые принадлежали его знакомой. Машину он передал в аренду. А когда водители транспортных средств на этих автомобилях совершили ДТП, злоумышленник реализовал их в авторазбор. С учетом механических повреждений ущерб составил 203 тысячи рублей. Первые платежи по кредитам горожанин вносил исправно, поэтому его жертвы ни о чем не подозревали. Суд назначил мужчине 4 года лишения свободы условно. 40-летний заключенный колонии, расположенный в Зубовополянском районе, предстанет перед судом за мошенничество. В октябре 2020 года уроженец Волгоградской области предложил знакомому осужденному помочь ему в переводе на более мягкие условия содержания с возможностью или последующего условно-досрочного освобождения или перевода в другую колонию поближе к дому. За свои услуги обвиняемый потребовал 35 тысяч рублей. Эти деньги потерпевший попросил у отца. В период с 7 по 16 октября 2020 года на карту родственника обвиняемого им были перечислены денежные средства на общую сумму 27 тысяч рублей. Оставшиеся 8 тысяч рублей он перевел в сентябре 2021 года. Свою вину в содеянном злоумышленник признал полностью. Уголовное дело направлено в суд. Бывшая начальница Лямберского почтового отделения предстанет перед судом за денежные махинации. По данным следствия, в 2022 году фигурантка уголовного дела, занимая должность начальника отделения почтовой связи, имея свободный доступ к касте, периодически похищала вверенные ей наличные денежные средства, всего таким образом присвоив себе более 104 тысяч рублей. Свою вину в ходе следствия она признала полностью. Деньги женщина потратила на личные нужды, а чтобы скрыть недостачу, вносила в отчетные достоверные сведения. Уголовное дело по части 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации направлено в Лямберский районный суд для рассмотрения по существу. Бывший директор магазина мобильных телефонов и аксессуаров растратила более 400 тысяч рублей. 30-летняя жительница Лямберского района в 2021 году связалась со знакомым директором ломбарда и предложила ему выкупить два айфона последней модели общей стоимостью около 170 тысяч рублей за 124 тысячи. Вырученные деньги женщина потратила на личные нужды. Через некоторое время она вновь обратилась к товарищу с аналогичным предложением. На этот раз она выручила за три смартфона 200 тысяч рублей. Таким образом, с мая по август минувшего года женщина совершила хищение путем растраты пяти телефонов Apple iPhone 12 Pro на сумму почти 424 тысяч рублей. В ходе предварительного расследования она возместила часть ущерба в размере 284 тысяч рублей. Судом ей назначен штраф в размере 120 тысяч рублей. Также обвиняемая должна будет выплатить потерпевшей стороне еще 139 тысяч рублей. Жительница Саранска потеряла крупную сумму, пытаясь заработать в интернете. 9 сентября 50-летняя горожанка откликнулась на объявление о подработке, которое нашла в сети. Ей позвонил мужчина и рассказал об условиях инвестирования. В качестве первого взноса он попросил заплатить 8 тысяч, и женщина согласилась. Снова на связь неизвестный вышел спустя два дня. Тогда он вынудил свою жертву взять кредит на 300 тысяч рублей и вновь перечислил все деньги на указанный ранее счет. 13 сентября женщина сама позвонила неизвестному, чтобы получить дальнейшие инструкции, связанные с инвестированием. Однако его телефон оказался недоступен. Потерпевшая обратилась в полицию. В настоящий момент устанавливаются лица, причастные к совершению преступления. МВД по республике Мордовия просит граждан проявлять бдительность и не переводить деньги неизвестным. 14 сентября в половине шестого утра на 83-м километре дороги Саранск-Сурско-Ульяновск столкнулись две фуры. Грузовики двигались друг за другом. Причиной ДТП стало нарушение дистанции. Предварительным данным водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем марки «Джак» нарушил безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, в результате чего совершил столкновение с полуприцепом марки «Шмидц» транспортного средства марки «КамАЗ», который двигался по путам направлений под управлением водителя 1980 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля марки «Джак» получил травмы и был госпитализирован. У него взяли кровь на анализ. Водитель «КамАЗа» оказался трезв. ДТП «КамАЗа»